Всем привет ребята! Не случайно сегодня я стою около этих синих баков. Сегодня я буду делать подкормку всего сада. Ну на 90% так скажем всего сада. В этом году в общем подкормку осеннюю. Я думаю что вы все сейчас уже заняты осенними подкормками. И в этом году я поняла что времени у меня совершенно нет. Обычно я беру гранулированное удобрение и под каждый кустик так же как и весной залажу с тяпочкой, с маленькой. И все это подрыхливаю в растения. То есть занимает это прилично времени и сил. Что я вам рассказываю, вы сами об этом знаете. Но в этом году у меня ну совсем нет времени детей к школе собирать. Их трое. Темка когда не спит, про тебя вообще молчу. А Темка когда не спит абсолютно не дает ничего делать. За ним только и успевай. Поэтому я прошерстила. Нашла средство для автополива. Уже жидкое. Ребята, вот все изобрели на самом деле за нас. Все украдено, то есть придумано до нас. Ну все за нас изобрели. Все сделано. Этой канистры 5 литров хватает как раз на 1 куб жидкости автополива. То есть у нас их два. Соответственно, один сюда, один сюда. И вот этими двумя баками я сейчас просто одной кнопкой удобрю весь сад. Здесь вот смотрите. Бона Форте производит комплексные удобрения. И что интересно, видите, не содержит азота. Вот. Не содержит азот. Вот это именно осеннее удобрение под зиму, которое делается. Для осенней подкормки и повышения устойчивости растений к заморозкам. Микроэлементы, состав и янтарная кислота, здесь и витамины, и все, что хочешь и не хочешь. Что называется. Слушай, ты так расскажешь, что я хочу хлебануть сам. Сам хлебануть, то будут хлебать растения. Вот. Поэтому. Какой здесь нюанс? А нюанс в том, что, скорее всего, и у вас, у кого есть автополив, сделано это так, что несколько зон. Ну, навряд ли такое, что у вас одна зона автополива и весь сад все это поливается. Ну, у нас, в общем, их шесть зон автополива. И они включаются попеременно. Одна, вторая, третья и так далее. И, соответственно, как рассчитать, чтобы вот эти две бочки равномерно на все шесть зон, соответственно, по времени, да, вылились. Мы это будем делать просто. Мы сейчас все это зальем в две бочки, перекроем кран подачи воды сюда. То есть бочки будут просто расходоваться, и новая вода в них не будет заливаться. Обычно автополив работает автоматически. Вода выливается, и автоматом уже подкачивается новая. То есть можно хоть весь день крутить, она не закончится. А сейчас мы перекрыли, и мы с мужем придумали такую схему. Будем включать каждую зону по пять минут. Пять минут зона отработала, пять минут, пять минут, пять минут. Все отработало. Но мы пять зон будем включать. Шестая у нас теплица, нам не нужно ее удобрять. В зиму тем более. Вот. И будем смотреть, пять зон прошло. Сколько осталось в баке. Еще на пять минут каждую зону хватит. Окей, отлично. Включаем. И так мы дорасходуем равномерно по каждой зоне удобрения. Еще, кстати, такой нюанс, особенно для тех зон, где не капельный полив, а разбрызгиватели. Так как сейчас, ну, смотрите, там, август месяц, плюс 25 у нас сегодня, и ближайшую неделю там 26, растения еще в осень не уходили. Ничего не желтое. Листья все зеленые, все вегетирует, все еще, на самом деле, газон растет, все растет. Поэтому дополнительный плюс будет в том, что подкормка будет корневая и вне корневая. Листья успеют впитать элементы, и вот эти элементы уже пойдут в сами растения. То есть вы знаете, что мы можем и под корень поливать, а можем и с опрыскивательным ходить удобрения по листу давать. То есть здесь получится и по листу, и в корень. Поэтому вот так я вам вкратце, можно сказать, рассказала. Теперь давайте работать. Там нужно поедет и экзамен сдавать. Так, начинаем. Первая бочка. Открываем. Как пахнет? Ничего, так неприятно пахнет. Да? То есть все-таки хлебануть? Хлебануть не надо, но пахнет неотвратительно. Вот приятно, зелененько пахнет. Тархун. Чего-то тархунчиком пахнет. Выливаем в одну бочку. Ушла. Сейчас я немножечко подмешаю, но на самом деле я не думаю, что это нужно делать, потому что оно и так все растворится. Закручиваешь? А, это очень небольшое, еще вторая. Кстати, для внекорневой подкормки хорошо, чтобы не было дождей хотя бы несколько часов. Но у нас вообще дожди на несколько суток не прогнозируют. Очень сухая погода установилась, отличная для подкормки вот такой. Так, ну все. Можно идти включать? Да, сейчас пойдем включать. Лиза рыбка большая и маленькая. Решила все-таки размешать. Так будет понадежнее. Вот так я хорошо... Во, смотри как, бричард. Прям заплыв. Да. Все, хватит. Прям тут конкретно. Я сейчас вот это так же рычагу. 100 минуты сейчас выставляем. 100 минут, и они последовательно... Все, включили. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. А первая зона у нас это какая, Леша? Да, угловая. Угловая, где горка, да? Да. Ага, вот она включается. Все, друзья мои, товарищи. Ну, а Темку я подпускаю? Да, сейчас не нужно по водой. Леша, это вода с удобрениями, поэтому мы не бегаем по ней. Вот. И таким образом сейчас все зоны у нас будут работать. То есть это отрава? Ну, это не отрава, это удобрения. Темку не пускать. В общем, ребята, это я к чему. Если есть у вас такая возможность облегчить себе труд, облегчить его. Просто вот вы и сами видели, ну, сколько я там... Сколько у меня это заняло? Размешать, залить, ну, 5 минут от силы. И оно вот работает. Кстати, можно не только с помощью автополива. Если у вас есть там насос, да, дренажный. Я знаю, что просто многие очень любят именно водорастворимые удобрения и пользуются именно ими. Ну, как-то вот так гранулы обходят. Стороной считают, что водорастворимые более эффективны. Они ставят бочку люди, дренажный насос, шланг. Все. Растворяют в бочке удобрений и тоже все поливают. Наверное, это даже проще, чем действительно под каждое растение с тяпочкой. А я вот, смотри, вот сюда поснимай. Я еще геотекстиль поднимаю и под геотекстиль, потому что практически все растения в саду у меня закрывают геотекстиль. Поэтому это вообще трудоемко. Вот. Ну, такой вам лайфхак от меня. От меня можно? Ну что? Продайте дачу и вообще у вас будет все легко и просто. Ну, конечно, нет. Нас, дачников, любителей, такое вообще не убеждает. Всем пока.